Ну и далее говорим о следующей теме, о том, с чем сталкиваются люди, которые видят на улицах или в своих семьях тех, кто смог вернуться с войны России против Украины. Об этих проблемах говорим далее. С начала 2023 года военнослужащие российской армии не получают обещанных выплат. И мне дают отпусков и практически не оказывают медицинскую помощь. Об этом рассказывают родственники военных. Мобилизованные жалуются своим близким, что только от командира зависит, а попадешь ты в отпуск или нет. А немногие, кому таки удалось приехать домой, не могут адаптироваться к мирной жизни. Подробности смотрите далее. Российским военнослужащим задерживают, а то и вовсе не выплачивают обещанные зарплаты над бабки и выплаты. Проблемы с начислениями денег ощутимы практически по всей России, пишет издание «Северреалия». С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины россиянам, участвующим в боевых действиях, обещали большие суммы. Контрактникам в среднем 150-200 тысяч рублей, мобилизованным минимум 195 тысяч. Однако с начала года денег нет. Выплаты нам никакие не производятся. Нас просто кинули умирать. Мы сидим под обстрелами уже месяц и никакая помощь не приходит. Нас становится очень мало. Из группы 65 человек здесь осталось 23. Сидим в сырой земле, не мылись уже месяц. Рваные, грязные. Эвакуации раненых производятся очень плохо. Также не единичны случаи, когда россиянам отказывают в лечении и отправляют на фронт. Так, например, в Московской области был мобилизован 33-летний мужчина с приступами и рвотой из-за язвы желудка. Хотя у него были все справки, что он болен уже 7 лет, в военкомате его признали годным. Он предоставил справку, что находится на Д-учете. Но военкомат проигнорировал данную справку. Также его записали как добровольцы, но пришел он по повестке. Врачебно-военной медкомиссии не было. В части ему сделали гастроэндроскопию и сказали, что язва зарубцевалась. В середине марта Путин заявил, что через полгода пребывания на передовой каждый военнослужащий имеет право на двухнедельный отпуск. Однако нормативным документом эти слова до сих пор не стали, сообщают правозащитники. И уйти в отпуск российскому военному можно только получив ранения. И то не всегда. Отпуски получали после тяжелых ранений. И было это не в последние месяцы, а в самом начале войны. Почти год назад. На сегодняшний день мы знаем достаточно много случаев, когда люди никаких отпусков не получали. И из госпиталей после тяжелых ранений, с трудом, в общем-то, еще толком от них не отправившись, возвращались благополучно на фронт. Им не давали не то что отпуска, не давали никакого даже времени на реабилитацию. Нормально. Сплошь и рядом. Людей буквально из реанимации переводят обратно в расположение части. Жены российских военных записывают многочисленные видеообращения к Путину, где жалуются, что судьбой солдат распоряжаются командиры, которые, если и дают разрешение на отпуск или увольнительную, забирают паспорта. С той недели наших мужчин начали отпускать в Волнительной. По пять человек с батальона на пять дней. Это просто смешно. С такими успехами очередь на увольнительную растянется на года. Но отпуская даже этих пять человек, командование забирает у них паспорта. А по Конституции Российской Федерации никто не имеет права забирать. И получается, что мобилизованные, которые приехали в увольнительную, не могут обратиться ни в одно учреждение, включая больницы и ЗАГС, так как у них нет паспорта. Те, кому всё-таки удаётся хотя бы на короткое время приехать домой, привозят с собой весь ужас войны. Их жёны рассказывают, что мужчины изменились. Много пьют, плохо спят, поднимают руку на близких родственников без причины. Все, участвовавшие в боевых действиях, в той или иной степени переживают флэшбеки. Это признак посттравматического стрессового расстройства, говорят психологи. Он как бы переносится в ту самую стрессовую ситуацию. Мне кажется, люди даже на бытовом уровне представляют, что такое ПТСР, потому что это часто в фильмах показывается. Человек идёт, слышит, как бурят асфальт на дороге, и вдруг переносится в зону боёв, в место, где враги, которых нужно уничтожить. Анна Мавшевич, психолог из Нижнего Новгорода, в интервью «Радио Свобода». В 2022-м, в год вторжения российской армии в Украину, в России впервые за 20 лет стало больше убийств и покушений. Точной статистики, сколько преступлений совершают именно люди, пришедшие с войны, нет. И это одна из наиболее острых проблем. После окончания боевых действий в российские города хлынут сотни тысяч мужчин, которые долгое время убивали других людей. И речь идёт не только о бывших заключённых из ЧВК «Вагнер», но и о кадровых военных, у которых сейчас примерно такая же психология. Говорят правозащитники. Если говорить именно о кадровых военных, а не о «Вагнеровцах», то их психологическое состояние оставляет желать лучшего. Это ужасное состояние. Даже если мы говорим о людях, которые оказались уже в безопасности, которые самовольно оставили часть и выехали из страны, даже они в тяжёлом состоянии. В приграничных областях, с территории которых Россия активно обстреливает Украину, зафиксировали значительный рост преступлений, связанных с использованием оружия. Так, например, российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД России сообщает, что в январе 2023 года число таких преступлений в Белгородской области выросло почти на 217%, если сравнивать с январём 2022-го. А число преступлений с использованием оружия и взрывчатки – более чем в 40 раз. Наталья Белокудря, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom.